Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, последние дни были сумасшедшими на биткоине. Я сейчас нахожусь на случайной улице в Таиланде, но это не удержало меня от того, чтобы сделать это видео. Особенно сейчас, когда у нас появилось кое-что на графиках, что показывает, куда цена биткоина пойдет в ближайшее время, о чем мы сегодня и поговорим. Это видео очень важно для понимания того, что происходит. За последние пару дней у нас был сумасшедший дамп, и, конечно, люди спрашивают меня, закончилось ли все, и мы сейчас отскучим, или, может, медвежий рынок начался, и мы пойдем еще ниже. Что ж, я вот что скажу. Я не прогнозировал то, что мы пробьемся через 40 тысяч долларов. Однако я сделал одну вещь почти два месяца назад. Я делал видео об этом, но сейчас буду говорить конкретно про твит. 11 декабря 2021 года я постил это. Биткоин. Беспокоющее сходство. Показывал вам цену на тот момент на уровне в 48 тысяч долларов. И показывал этот книжный паттерн, по которому мы находились между 27 и 28 фазой. И потенциально у нас мог развернуться медвежий сценарий, самый худший сценарий, где биткоин мог опуститься на уровень в 28, до определенной цели. И про эту цель я хочу как раз и поговорить в этом видео. Так что обязательно досмотрите это видео до самого конца. И да, я не говорю, что я предсказал это. Однако вот что я говорю. Я давал вам два сценария. Говорил, что когда одно произойдет, мы делаем одно, когда другое, другое. К сожалению, произошел второй вариант. Мы упали, и сейчас вопрос такой. Какие у нас цели? Давайте об этом и поговорим. Перейдем прямо на графики. И как вы видите, биткоин пробился не только... И да, извиняюсь за шум на фоне. Все-таки снимаю прямо на улице. Так что стоило ожидать такой шум. Как видите, это дневные свечи на биткоине. И биткоин пробился через этот паттерн вниз. Также пробился через горизонтальную поддержку. И что ж, на этом этапе я уже могу вам кое-что сказать. И это также довольно интересно. Первое. Высчитанная цель из этого прорыва. Давайте приближу. Это, конечно, не в новинку. Это то, о чем я говорил уже несколько раз. И цель у нас... И да, нарисовал, конечно, криво. Но цель все же около 30 тысяч долларов. Но в этом-то и есть вся суть. Здесь-то у нас и начинают появляться интересные сочетания. Те самые беспокоящие сходства, про которые я постил еще больше месяца назад, на уровне в 48 тысяч 400 долларов. Я говорил вам тогда, ребята, если это действительно произойдет, только что у нас был отскок от 26 до 27, и последний крупный дамп неизбежен, судя по этому паттерну. И как вы видите, эта фаза 28 должна принести нас прямо назад, до 10 уровня, до предыдущего минимума предыдущего дампа, после трех пиков и до округлого дома. Сейчас давайте вернемся на графики и посмотрим, где же у нас будет эта цель. Давайте выставим на ней горизонтальную линию. Если это действительно произойдет, вы увидите идеальное сочетание, примерно на уровне в 30 тысяч долларов. Это примерно средняя цена закупки единственного и неповторимого Майкла Сейлора, который закупился на миллиарды долларов биткоином, средняя цена покупки которого сейчас на уровне в 30 тысяч долларов. И это не обязательно то, чего я жду, но это определенно самый худший сценарий. Да, я думал, что мы удержим уровень в 40 тысяч, но я говорил вам, когда мы пробьемся, когда как минимум две недели подряд закроются ниже ЕМА и Риббон, тогда я перейду на медвежью сторону. И, к сожалению, как видите, это и произошло. И сейчас уже вы знаете мой следующий худший сценарий. Пишите, что думаете об этом. И да, вот то видео, о котором я говорил в начале. 110 тысяч просмотров. И да, конечно, не забывайте про ссылки внизу. Можете зарегистрироваться и получить бонус на депозит. И все это внизу в описании. Кликайте, регистрируйтесь и забирайте свой депозит. И давайте покажу, что у меня тут вокруг. Ставьте лайки, если хотите больше такого отдельного контента. Выглядит просто дико. И я надеюсь, что в будущем все будет только лучше. Тут, наконец-то, нет пустых улиц. И я очень рад это видеть. Потому что то, что случилось за последние два года, сильно ударило по некоторым людям в Таиланде. И я рад видеть, что они снова работают. Как вы знаете, я уехал в Таиланд и был на карантине пару дней. Но, наконец-то, я свободен. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, пока-пока.